Добрый день! Приветствую вас на лекции «Всё, что вы хотели знать о кистях». Сегодня мы побываем на виртуальной экскурсии на предприятии по производству художественных кистей. Посмотрим, как делают кисти и как выбрать кисти для своей техники. И акцент сегодня сделаем на кистях для акварели. И сначала немного расскажу о себе. Меня зовут Татьяна Фролова, я художник-акварелист, автор восьми персональных выставок. Участвую также в всероссийских и международных выставках и фестивалях. В частности, участвовала здесь, в Новосибирске, в фестивале «Акварель с любовью». Вы можете видеть вот эту работу, возможно, кто-то её видел пару лет назад. Ранее работа с лесом сейчас является иллюстрацией для набора travel-сета кистей и рублёв, которые получили призёры. Также я являюсь автором мастер-класса по акварели, членом Союза акварелистов России и автором-разработчиком художественных кистей акварельного направления в компании «Рублёв». Я тестирую художественные кисти, протестировала тысячи образцов художественных кистей и неполонослышки знаю об их свойствах. Поэтому готова сегодня отвечать на ваши вопросы и поделиться тем, что знаю. Немножечко о компании. Компания «Рублёв» названа в честь знаменитого русского иконописца Андрея Рублёва. Андрей Рублёв, преподобный, является покровителем всех художников, иконописцев и других людей искусства. «Рублёв» — это предприятие полного производственного цикла. Мы находимся в городе Кирове. Это в 2500 километрах от Новосибирска на северо-запад и в 1000 километрах от Москвы на восток. Все этапы производства кистей от обработки волоса и сборки волосяного пучка до изготовления ручки и упаковки готовой продукции выполняются на нашем заводе с применением самых высоких стандартов производства и сопровождаются строгим контролем качества каждой кисти. Ассортимент сейчас включает более 2000 наименований кистей под маркой Рублёв, а также под собственными торговыми марками других брендов в рамках контрактного производства. И наш бренд представлен более чем в 30 странах мира. Сейчас рассмотрим уже подробнее кисть. Из чего же состоит кисть? Кисть состоит из волосяного пучка и ручки, которые соединяются между собой обоймой. Обойма может быть металлической или пластиковой. Для надежности волосяной пучок проклеивается, а составные части между собой также склеиваются, садятся на клей и на металлической обойме для дополнительной фиксации делается обжимка. Ручка может быть окрашена или нет, может быть пропитана лаком или покрыта матовым или глянцевым лаком. Как я уже сказала, Рублёв – это компания полного производственного цикла, и все этапы создания кисти происходят внутри нашего завода. Здесь вы можете увидеть основные этапы производства кистей в наших цехах. Но кисти рождаются не так просто. Новые кисти даются в соответствии с запросами художников. И это может быть, как я уже сказала, контрактное производство под заказ. А если похожих запросов поступает много, то мы начинаем разработку какой-то новинки. Собственный ассортимент. Мы постоянно изобретаем новинки, и для этого создана специальная креативная лаборатория, где специалисты придумывают новые и работают над совершенствованием технологий. И в компании сейчас уже более 50 патентов на собственные разработки. И эта креативная лаборатория работает совместно и в тесном контакте с профессиональными художниками. Каждый вид волоса мы тщательно тестируем. Художник работает с экспериментальными образцами, вносит свои правки и предложения. Я лично тестирую около 100 образцов кистей ежемесячно, для того, чтобы выбрать оптимальный волос для определенной техники. И чтобы кисть соответствовала требуемым и желаемым потребительским свойствам. И также кисти тестируются на специальном оборудовании. У нас есть разрывная машина, которая проверяет прочность ворса и всех точек крепления кисти. И также после утверждения кисти по всем параметрам, она уже может отправиться в серийный выпуск. Переходим к этапу производства, как делают кисти. Первый такой важный и значимый этап – это обработка волоса. У нас собственная волосообработка. И в цехе волосообработки разделяют волос по свойствам, убирают, прочесывают его и убирают тот, что не используется для производства. Тот, который не подходит. Это подшерсток вычесывают, оборотку, ломанный волос, волос, который без вершинки или плохого качества. Тот, который может плохо влиять на характеристики мозга. Также здесь делают волос более прямым и упругим путем калки. А для изготовления искусственных или миксованных кистей существует также технология мешки волоса, где синтетический волос смешивают с натуральным для определенных потребительских свойств в любой пропорции необходимой. Волосообработка вставляется в обойму. На этой фотографии вы можете видеть металлическую обойму. Обойма может быть металлической или пластиковой. Рублев применяет медную хромированную обойму. Это дорогой вариант, но очень красивый и надежный. Такие обоймы не ржавеют, не окисляются и не темнеют. И еще поэтому кисти рублев такие красивые. И для потребителя важно, чтобы на обойме не было следов повреждений, ржавчины, так как она может испортить волосы и в дальнейшем испортить живопись. Не должно быть никаких сколов, царапин. И для этого у нас действует входной контроль качества, где каждая обойма отсматривается на предмет дефектов и выбраковываются некачественные образцы. Также используются алюминиевые и пластиковые обоймы. Они более легкие и удобны для, например, больших размеров кистей, когда кисть что-то не была слишком тяжелой. Но как же это все происходит? Как делают кисть? Вы можете видеть специальную сбойку. Именно в ней собирается волос. И каждая кисть собирается вручную. Обработанный специальным образом волос, кисти вязы вручную собирают. В строгом соответствии с эталонным образцом, который на предыдущем этапе был утвержден. И вот это кропотливое мастерство передается из рук в руки. Такую профессию нельзя получить ни в одном учебном заведении. И кисти вязы обучаются непосредственно нашей компании. И у вас в руках действительно оказывается предмет такого ремесленного искусства, ручной работы. И для качественной работы у кисти вязы специально оборудованное рабочее место, где обеспечена необходимая температура, влажность воздуха. Уникальное оборудование, которое изготавливается под каждую кисть. То есть под каждую серию специальная сбойка. Ручка кисти. Традиционно лучшим материалом для изготовления ручек считается береза. Это светлая, легкая, красивая и прочная древесина. Вообще Кировская область богата лесами. Это возобновляемый ресурс. Все круглые пучки для кистей рублев, и окрашенные, и не окрашенные, изготавливаем из древесины березы. Мы используем только качественное дерево без дефектов, без дефектов древесины и пороков. И таким образом кисть получается комфортным продолжением руки художника. Благодаря полному производственному циклу, где все происходит на нашем предприятии, от деревяшечки до готовой кисти, у нас есть специальная технология сушки и обработки древесины. И благодаря этому ручки не подвергаются ссыханию и деформации, и прослушат художнику долго. И индивидуальная настройка оборудования позволяет изготавливать ручки любой формы, любого размера, толщины и длины. В углу вы можете видеть уже окрашенные кисти. В лакокрасочном цехе установлена специальная система фильтрации и обеспыливания воздуха, чтобы ничего не нарушало качество покрытия кисточки. Покрытие на кисти не должно слезать, не должно трескаться, пачкать руки, портить работу, как вы понимаете. И для этих целей ручку покрываем еще химстойким лаком. Особое внимание художник обращает на качество соединения древка кисти с обоймой. И рабочая часть кисти не должна болтаться, а должна быть плотно зафиксирована. Это достигается благодаря тому, что у нас на нашем производстве вытачиваются ручки под определенную обойму. То есть мы можем точно попасть, и ручка кисти совпадает с обоймой. Механическое крепление дополнительно гарантирует надежное сцепление ручки с обоймой. Вот как раз показана отжимка. Здесь происходит механическое крепление ручки к обойме. И это важный этап процесса производства кистей, гумирования волоса. Делается не просто для красоты. Это обработка специальным гумирующим составом. И этот технологический процесс дополнительно обрабатывает волос. Он выравнивает, разглаживает волос и придет кисти нужную форму, которую кисть запоминает. И для каждого вида волоса у нас подобран специальный гумир. Маркировка кистей. Маркировка в первую очередь важна потребителю тем, что он сможет идентифицировать кисточку и в дальнейшем приобрести такую же, например, когда кисточка закончилась в свой срок с эксплуатацией. На маркировке мы указываем размер кисти. Размер, указанный на кисточке, соответствует ширине лопатки кисти на плоских кистях и диаметру пучка на выходе из обоймы для круглых кистей. Дальше мы указываем, конечно, логотип и серийный номер. По нему также вы можете найти кисточку, можете ее загуглить и найти в интернете. Также мы ввели маркировку жесткости. Это позволяет художнику найти кисточку нужной жесткости, даже если он заказывает ее онлайн. И также мы указываем наименование волоса, вид ворса. Вы можете прочитать на кисти, из чего создана кисточка. Волосяной пучок важно защитить в процессе его транспортировки до потребителя. Для этого мы надеваем на кисточку специальный прозрачный колпачок. Сквозь него вы выведете форму кисти, и он защищает кисточку, пока вы ее везете домой. Или пока она едет к вам. Это обеспечивает сохранность кисти. И также каждая кисточка упакована в индивидуальную упаковку. Вся упаковка, применяемая на нашем предприятии, перерабатываемая. И теперь перейдем, наверное, от производства кистей к тонкостям их выбора. Так, как же нам выбрать кисточку? Важно сконцентрироваться на трех параметрах основных. Назначение кисти, качество и эргономика. И если говорить о качестве кистей, то этим занимаемся мы. У нас действует система ОТК, которая контролирует качество волоса на ломкость, на наличие вершинки, если это важно для круглой кисти, чтобы была острая вершинка. Определяем благоудерживающие свойства, пушистости и другие потребительские свойства. Проверяем качество сборки волосяного пучка и установленные стандарты выставки. Качество обоймы, как я уже говорила, проверяем на наличие сколов и повреждений. И ручка также должна быть без всяких дефектов. Если говорить об эргономике, то тут, конечно, более индивидуальные параметры. Мы, учитывая мнение художников, даем кисти на тестирование и сами определяем, чтобы кисточка была удобной по толщине, размеру, по балансу. Это очень важно, потому что процесс живописи должен доставлять художнику удовольствие, а не раздражение. Поэтому важно, чтобы кисточка именно подходила вам. С назначением здесь нужно разобраться. Либо слушать вашего педагога, какую кисть он советует. Либо, вот сейчас прислушаться к тому, что расскажу я, о параметрах выбора кистей поподробнее. Итак, начнем, наверное, с длины ручки. Какую выбрать длину ручки? Поднимите руки, кто предпочитает короткую ручку для кистей? Интересно. А кто длинную? Оказалось, что длинную больше. А другие, наверное, не определились пока. Или где эти? Ну, смотрите, кисточки на короткой ручке подходят для работы с небольшими форматами. Они хороши для лессировок, для декоративной росписи, везде, где вам нужен контроль поведением кисточки. И также, если художник предпочитает держать кисточку близко к волосяному пучку, работая, сидя со столом, тогда ему комфортнее работать с короткой ручкой. И кисти удобно брать с собой в дорогу, если вы занимаетесь пленэрами. Они легко помещаются в финал, не занимают много места и немного весят. Также удобно для таких вариантов живописи. Но если техника художника предполагает, что нужно держать кисточку подальше от волосяного пучка, если он пишет за мольбертом, с расстояния, ему нужно увеличить расстояние от глаз до работы, чтобы ее целиком оценить и видеть, и манера письма более свободная, тогда мы рекомендуем длинную ручку. Кисточку с длинной ручкой. Натуральный или же синтетический волос? Какой выбрать? Знаете ли вы отличия натурального и синтетического волоса? Кто-то, может быть, может назвать. Какие преимущества натуральному волосу? Что вы любите? Так, а синтетика? За что любите синтетику? А разная синтетика, может быть, я не знаю, что я делаю, что я делаю, что я делаю по-английски. То есть, в принципе, ты можешь делать, что я делаю, что я делаю, что я делаю. Да. Ну, давайте рассмотрим основные особенности. Как правило, синтетический волос более упругий, эластичный и лучше возвращает форму. Если сравнивать, например, с натуральной белкой и имитацией белки, то натуральная белка будет более вялая, более послушная. Где ее оставили, там она и осталась. В то время как синтетический, он стремится вернуться к исходной форме. В зависимости от типа синтетики, они выбирают, как правило, меньше воды, чем натуральный волос. И таким образом легче контролировать уровень влажности в кисточке. Они отдают, соответственно, меньше воды, и ими можно писать сухо. Можно делать какие-то сухие штрихи, и можно набирать краску погуще и писать более насыщенным, более плотным тоном. Они, как правило, предсказуемые, легкоуправляемые и быстрее сохнут. Если говорить о какой-то тоненькой кисточке, очень тоненькой, и вы пишете на ветру, на улице, и под воздействием ветра синтетика очень быстро высохнет, пока вы несете от палитры до работы, у вас уже густота краски поменялась. Поэтому в этом случае, возможно, стоит предпочесть, например, натуральный колонок. Он будет сохнуть не так быстро. Синтетические кисточки также отличаются тем, что они позволяют быстро вымывать пигмент. Вы споласкиваете кисточку, и с нее краска стекает быстрее. Ими легче набирать твердую краску. Если вы работаете с кюветы, вам легче будет зачерпывать краску. Это такой эстетически привлекательный тоже ворс, и цена на него обычно ниже. Это более прочный ворс, как правило. Он практически никогда не лезет и не ломается. Если говорить о натуральном ворсе, то этот ворс, конечно, отличается... Акварельный мы говорим, да? Он отличается тем, что держит много воды, и особенно белка. Они медленно сохнут, как я уже говорила, и создают более такой естественный живописный мозог. Они более послушные, податливые. И живопись синтетической кистью дает какой-то более механический такой след. То натуральный он все-таки такой живой, как создан самой природой, получается. А миксы сочетают достоинства и преимущества тех и других. Они подешевле получаются, чем полностью натуральные кисти. И в то же время упругие, благодаря синтетике. Но и держат достаточно много воды, так как там есть натуральный волос. Жесткость. Мы ввели специальный класс жесткости, который маркируется на кисти. Вот вы можете видеть фотографии. Маркировка жесткости. Если говорить о нас в акварелистах, то нам больше всего подойдет 0, 1 и 2. Это самые мягкие виды ворса. Маркировка 3 и 4. Это уже означает более жесткий ворс. И он больше подходит для масла и акрила. Конечно, вы можете взять и такие кисти тоже для каких-то спецэффектов. Но основную работу мы рекомендуем вести кистями с жесткостью 0, 1 и 2. В основном эту жесткость мы ввели для обозначения кистей из синтетики. Так как жесткость синтетики определить на глаз невозможно. И ни цвет, ничего не выдает ее жесткость, пока вы не потрогаете. Поэтому этот вариант облегчает выбор художнику. Маркировка на всех новых кистях. Сейчас введена маркировка жесткости. Выставка ворса. Выставка – это длина волосного пучка, выступающая из обоймы. Она может быть стандартной, укороченной и удлиненной. И она влияет на характер кисти. Укороченная выставка делает кисточку упругой и подконтрольной. Кисточка с самой коротенькой выставкой. Здесь на фотографии в такой золотистой обойме – это кисть для иконописи. Там, где нужно четко контролировать, куда вы кладете мазок. Средняя кисточка – это кисть с стандартной выставкой. И она универсальна для большинства живописных техник. А удлиненная выставка дарит кисти больше такой пластичности, емкости. И такими кистями легче всего делать заливки, отмывки, потому что вы за один раз набираете много краски. Вам не нужно второй раз замешивать. И отмывка получается безупречной, равномерной, как вы задумали. Какой же размер кисточки выбрать? Размер кисти мы выбираем в зависимости от вашей техники, стиля живописи и от формата. Обычно мы рекомендуем, чем больше формат, тем больше взять кисть. Тогда это позволяет вам работать от пятна, более свободно и не закапываться в детали с самого начала, на первых этапах живописи. И иногда лишь приобретение более крупной кисти делает ваша работа сильнее и увереннее. Ну а для деталей мы рекомендуем парочку небольших кистей с острым кончиком. Смотрим основные формы кистей. Формы существуют различные. И они дают характерный свой мазок. Круглая кисточка – это универсальная кисть для живописи, для иллюстрации аккуратных заливок, листеровок и для работы с деталями. Фактически это самая универсальная кисть. Плоская кисть для геометрических каких-то жестких рубленных форм, для контуров, для изображения архитектуры, а также для каллиграфии, для более таких брутальных и абстрактных техник, для пастозной живописи. Овальная кисть для живописи в реалистичном стиле, с мягкими касаниями, с мягкими очертаниями, когда границы мазков сглажены. И для изображения округлых предметов, лепестков, узоров, когда вам нужен повторяющийся узор. Кошачий язычок – это интересная такая кисть, которая совмещает качество овальной и круглой кисти. То есть она создает и широкий мазок, и сразу имеет острый кончик, которым можно прорабатывать мелкие детали. Наклонная кисть. Эта форма делает ее более маневренной даже, чем плоская кисточка. Она подходит для прорисовки каких-то труднодоступных углов, для расставления акцентов, для нанесения контуров, для рисования линий, каких-то, может быть, лент, орнаментов, широких полос, для каллиграфии. Флейцевые кисти. Флейцевую форму кистей мне хочется даже показать отдельно, продемонстрировать. Флейцы – это особая гордость компании Рублев. У нас запатентованная круглая ручка, которая позволяет одним поворотом кисти создавать какие-то новые эффекты. Флейцы у нас трех видов жесткости. Это я взяла самый жесткий, и он дает красивый сухой штрих и очень четкий край, который хорошо подходит для архитектурной живописи. А также он позволяет набрать тон очень густо. Если у вас есть сложности с тем, чтобы схватить сразу нужный тон, не допирать его многочисленными лессировками, то мы рекомендуем вот такую плотную кисточку, которая позволяет заливать фаны темным пигментом. Ну и также есть еще два варианта исполнения флейцев. Они у нас есть в разных размерах. Волос натуральной козы и имитация белки. Это оба варианта мягкого волоса, который подходит как для смачивания листа, так и для заливок фанов уже более такими разбавленными, разбавленным колером. Если мы возьмем кисточку из синтетического ворса, то она всегда будет более упругой, и она возвращает форму. В то время как флейц из козы остается в той форме, в которой был, и дает более живой такой непредсказуемый мазок. Также есть специальные кисти. Это интересные такие веерная и овальная форма. Также хочется продемонстрировать вам их. Веерную я не взяла, но ничего. Веерная подходит для растушевок, для набрызга. Очень эффектные брызги равномерные дает. Может заменить вам кульверизатор буквально. Мелкие-мелкие равномерные брызги. Также она подходит для рвения каких-то ошибок в вашей работе. Для этой же цели можно использовать кисть из козы. Овальная такая пушистая кисточка. Если у вас возник пятнышко, например, где-то вы капнули, и вам не хотелось бы, чтобы оно было, вы можете его растушевать такой пушистой кистью, и у вас заливка восстановлена. Также это можно делать, если получились края, где пигмент вытесняется водой, можно это все растушевать. И также можно делать плавные мягкие градиенты, смешивая рядом лежащие заливки. Мы называем эту кисть для эффекта сфумата, для мягких нежных переходов. Также есть еще несколько вариантов кистей специальных. Это кисти для тонких линий, и каждая из них отличается особенными своими свойствами. Например, возьмем вот такую кисточку. Мы называем ее графическая кисть, и фактически она может вам заменить карандаш. Как будто бы вы рисуете карандашом. Это очень контролируемый управляемый кончик из волоса натурального колонка сибирского, как бы зафиксированный таким брюшком из беличьего волоса, который также служит резервуаром для материала, для краски и для воды. И несмотря на длинную такую выставку, это контролируемый вариант кисти. Вы можете ей рисовать, вы можете делать подписи на работе. Один раз набрав краску, вы можете рисовать очень долго, вы можете рисовать какие-то, может быть, реснички, прожилки. Можете штриховать этой кистью. Такая долгоиграющая интересная находка. Также кисточка для тонких линий. Лайнер. В данном случае я показываю кисть из японской синтетики. Также у нас есть лайнер в складном формате из синтетики. Эти кисти дают длинную линию. Длинную и тонкую. Они подходят для рисования каких-то одинаковых вот таких вот линий. То есть на всем протяжении мазка она однородная. Это могут быть провода, мачты, какие-то вот такие волосы отдельно. Отдельно разлетающиеся. Чем мне нравится эта кисть? Она также выдерживает маскирующую жидкость. То есть если вы наносите маскирующую жидкость кистью, обычно у вас ворс со временем портится. От этой кисти ворс маскирующая жидкость легко отмывается, поэтому я рекомендую ее использовать. Можно рисовать вот эти же волосы в контр-журе или усы-котам белые. Оставлять маскирующую жидкость очень удобно. И давайте рассмотрим еще кисточку. Это Риггер. Это уже кисть из волоса Соболя, натуральная. Она имеет острую вершинку, утолщенное брюшко и очень длинную выставку. И за счет такой своей формы она позволяет рисовать не только длинные тонкие линии, с чем она тоже прекрасно справляется, но и тонкие, переходящие в утолщенные линии. Тоже такая интересная кисть. Кто ее распробует, тот влюбляется. Еще есть Даггер. Тоже интересная кисть. Дает похожий эффект, но еще более упругая и более широкий может дать мазок. Интересный переход и очень хороша для пленеров. Здесь я ее не взяла, но там на тестовой зоне можно будет попробовать. Специальная коллекция для акварели. Это коллекция Рублев Аква. Собственно, эту коллекцию я разрабатывала. Прямое участие в ее создании. И отличительная особенность этой коллекции в том, что здесь собраны уникальные виды ворса. В частности, хочу отметить японскую синтетику. Она есть в двух вариантах исполнения. Это синтетический ворс. Есть на длинной ручке. И складная. Особенность этого ворса в том, что у него очень острая заточка. И благодаря этому он имеет ультраострую вершинку. Это упругий пластичный ворс, который также, будто по волшебству, может стать плоской кисточкой. Можно писать ребрышком. А можно сделать из нее веерную кисть и создавать текстуры. Вот такая многофункциональная кисть. Она очень полюбилась художникам-акварелистам. И мы сделали ее в складном формате, который бережет вашу кисть во время транспортировки на пленэре. Коллекция кистей Рублев-Анква включает четыре вида ворса, которые различаются по свойствам. И для каждого вида ворса мы сделали свой цвет. Он позволяет легко находить кисть в стакане. И даже если вы уронили кисточку благодаря ветру на пленэре, вы также легко их найдете в траве. И также особенности этих кистей в уникальном покрытии Soft Touch, которая снимает напряжение с руки и делает хват кисти более комфортным. Даже если вы берете толстую кисточку, ее очень удобно держать. Очень удобно держать. Могу даже дать придам, подержать. Действительно тактильно приятно и не напрягает вашу руку. В нашем ассортименте есть кисти с французским креплением. Это также запатентованный формат французского крепления без проволоки, благодаря чему у вас ничего не цепляется, не царапает. И крепление зафиксировано очень хорошо. Она не отпадывает. Вся коллекция кистей Рублев с французским креплением защищена многоразовым съемным колпачком, который надевается снизу, что также очень удобно. Складные кисти. Это хит наших... Наш хит-продаж, бестселлер. Коллекции Рублев. Сейчас уже 10 вариантов складных кистей. Также из разного вида ворса. Это все синтетические кисти на данный момент. И разных форм. Есть плоские. Одна плоская, круглая и лайнер. Кисти Рублев складные. Особенно любят за их удобство. Их очень удобно держать. Также здесь есть тактильно приятное покрытие soft-touch, как и в Рублев Аква. И мы сократили количество мест соединения частей составных. Наши кисти держать очень удобно. И здесь использована фурнитура премиального качества, которая не портится и не разнашивается со временем. Такая кисть вам прослужит очень долго. И эти кисти разработаны совместно с художниками, протестированы и высоко оценены художниками мирового уровня. И я думаю, что мы перейдем к рекомендациями по уходу за кистями. Перед первым использованием кисточки мы рекомендуем смыть гумирующий состав. Специальный состав, который лучше всего смывается теплой водой. После работы рекомендуем промывать кисти сразу же. Не засушивайте кисти, не оставляйте их в таком виде, иначе они могут испортиться. Также не оставляйте кисти надолго погруженными в воду ниже уровня обоймы. Вот таким образом, иначе может разбухнуть древко со временем. Конечно, оно пропитано лаком или покрыто лаком, но такой формат хранения не подходит. Также еще из-за того, что кисточка будет опираться одной емкости, может испортиться вершинкой кисти. И если кисточка все же испортилась, например, в пенале, пока вы ехали, то можно попробовать восстановить ворс, опустив кончик в горячую воду и придав ему первоначальную форму. Хранить кисти мы рекомендуем в высохшем состоянии, то есть предварительно их нужно разложить на салфеточку, просушить горизонтально, чтобы влага не затекала внутрь патрона. И храните кисти при комнатной температуре, не оставляйте их на солнце, не ставьте у батареи, храните вдали от домашних животных, насекомых и прямых солнечных лучей. Складные кисти мы рекомендуем высушить перед тем, как сложить. То есть на долгое хранение оставляйте их в сухом виде, не оставляйте мокрыми. На этом я думаю, что мы будем завершать теоретическую часть. И можете задавать ваши вопросы. Да, слушаю вас. Правильно поняла вопрос, где берется синтетический ворс. Синтетический ворс мы заказываем на специализированных предприятиях, которые занимаются производством синтетического ворса. Как правило, это не российские предприятия, японская синтетика у нас используется и другие виды ворса. Это химическое производство, где создается синтетика и затачивается специальным образом. Мы заказываем, тестируем и выбираем самые лучшие. Да, давайте вас. Вопрос, почему бренд написан на лодинице. Дело в том, что несмотря на то, что мы российский бренд, мы плотаем на весь мир, кисти представлены более чем в 30 странах мира. И, к сожалению, на сегодняшний день кириллицу понимают не все. Лодиница более понятна. И около половины производства отправляется на экспорт. Поэтому, чтобы не держать отдельный склад и не маркировать кисти на русском и на лодинице, мы все маркируем на лодинице. Коллекцию рублев Аква я разрабатывала, исходя из того, что мне не хватает. И лично мне не хватает в акварельных кистях. Поэтому всю коллекцию рублев Аква я очень люблю. Особенно вот эту. Это для меня волшебная палочка, которую я всегда беру на пленэр. Она может очень многое. Поэтому вот это. Из японской синтетики вот это. И вот в таком формате она есть. Также моя большая любовь — это флейцы. Флейцы на круглой ручке. Также я принимала участие в разработке, согласовывала выставку. Вид волоса. Здесь используют премиальные волосы козы, отобранные специально. Я очень жестко критикую виды волоса, которые приходят к нам в компанию. И тщательно отбираю. Поэтому вот флейцы тоже моя большая любовь. Вот это, наверное, самые такие дорогие сердцу. Вы на эту работу смотрите? Это не моя. Я больше круглой пишу. Круглой и флейцами. Эмпирическим путем. Смешиваем, смешиваем, смотрим. Если чего-то не хватает, пробуем добавить, уменьшить или добавить, или подмешать чего-то еще. Например, кисточка хорошая, но слишком вялая. Хочется более тоненькую вершинку, более упругий кончик. Добавляем еще какую-то специальную синтетику, например, или другой вид волоса. Или можем закалить волосы, или что-то с ним поколдовать, или по-другому собрать. Вот. Да. Современная имитация белки синтетическая очень похожа на натуральную за счет волнистости волоса. Если натуральный волос, он так пористый, да, с чешуйками, и за счет этого забирают воду, то производители синтетического волоса добились этого за счет волнистости волоса. И вот когда он вместе собирается, пучочек, она также хорошо держит воду. Синтетические кисти более экономичны по цене, поэтому они также пользуются спросом. Но, конечно, натуральную белку они полностью не могут повторить. Но я хочу отметить, что не каждый художник может отличить даже. То есть если художник не сильно глубоко погружается в тему, то он может даже не определить, какой вид волоса, синтетический или натуральный. Ну, я вот вижу. Так, первый вопрос. Про каллиграфические кисти мы над этим работаем. У нас есть некоторые кисти, которые похожи на каллиграфические. И вот эта белая кисточка, она похожа за счет того, что она может принимать такую плоско-овальную форму. То есть она похожа пишет, но она более упругая, чем традиционные каллиграфические. Да. Также есть кисточка вот такая. Она тоже похожа. Она была вдохновлена китайскими каллиграфическими. Разработана совместно с художником Константином Церховым. И тоже ее можно попробовать. Она похожа на китайскую каллиграфическую. Сейчас мы ведем разработки, но пока не могу вам рассказать. По поводу флейцев. Есть такой нюанс. Да, если довольно близко касаться и экспрессивно, то можно поцарапать. Это зависит от вида волоса. Если он очень мягкий, то он прогибается и пойдет до обоймы. Вот этот, например, волос более жесткий, и он уже так сильно не будет прогибаться. Но такой волос тоже подходит для смачивания листа. Деревянные обоймы, да, я знаю. Там даже не обойма, там полностью ручка деревянная. Я знаю, что такие бывают. Но со временем в процессе эксплуатации дерево может потрескаться. Такие моменты тоже есть. Поэтому везде есть сувениансы. Золотую середину, в котором... Да, есть маленький флейц. Это компактный такой карманный формат. Он относится у нас к коллекции Рублев Аква. Мы его создали специально для пленэрных работ и для более такой свободной работы, когда вы буквально от плеча работаете. Вот. Тоже замечательно. Гуашью или акварелью пишите? Конечно же, вот эта старая рекомендация насчет белки, она по-прежнему актуальна, никуда не делась. Если родители готовы приобретать белку, то мы можем рекомендовать белочку номер 3-5. Прекрасный вариант. Если искать замену альтернативы белке, то можно взять кисти такой же формы из имитации белки. У нас они в ассортименте есть. Прекрасный вариант для тех, кто делает первые шаги в своем творчестве. Также можно посмотреть мягкую синтетику. Для этого мы ввели маркировку жесткости, то есть 0,1 маркировка, синтетический ворс. Можно порекомендовать для акварели. В основном круглые, наверное, кисти используете. Поэтому у нас есть такая реже-синтетика, есть имитация белки и есть также в коллекции рублев Аква такие синенькие кисточки с мягким, очень упругим ворсом. Легко контролировать его, легко им управлять. Он может заменить колонок. Для начинающих не всегда оправданно покупать колонок. Можно попробовать вот такой вариант. Также есть кисти из микса с колонком. Колонок-микс, так они и называются. Это тоже более доступная альтернатива замена колонку. Мы рекомендуем их. Для начинающих художников у нас есть коллекция HANA. Это под бренд рублев. Мы здесь его не привезли, я не показывала презентации. Кисти также делаются на нашем производстве. Там немножечко другие комплектующие, они более доступны по цене. И там мы сейчас формируем наборы кистей. Есть для акварели, для гуаши. И будем выпускать еще для масла. Его можно тоже порекомендовать для начинающих, для студентов и учащихся школ. Да, они будут. И также есть наборы из имитации белки. Они также представлены на нашем сайте. Там по три кисти круглые. Очень достойный вариант. По индивидуальным заказам можно зайти в раздел контакта на нашем сайте, найти электронную почту менеджера, написать ваш запрос. И кисточки могут быть созданы по вашему индивидуальному запросу. Может быть подобран специальный ворс, любая ручка по вашему запросу и ваш логотип, например, ваш именной или с адресом вашей школы, с логотипом вашей школы или ассоциации, или союза. Это все возможно. Индивидуальная маркировка может быть как на нашем серийном ассортименте, так и ваша собственная уникальная разработка. Они исходят, скажем так, не из заказов, а из запросов. Когда нам просто в социальных сетях или где-то на таких открытых мероприятиях говорят, что нет ли у вас вот такой кисти, мы очень хотим, вот с такими свойствами. И тогда мы начинаем изобретать. Например, если таких запросов несколько десятков поступает, мы понимаем, что есть на это спрос и стоит этим заняться. А когда мы говорим заказ, это когда человек приходит и готов подписать контракт, что он выкупит этот тираж. Тогда это заказ. Мы не можем в соответствии с контрактными обязательствами разглашать те кисти, которые мы сделали под заказ для других брендов. Но вот, например, плоская кисточка в коллекции складных кистей появилась как раз благодаря многочисленным обращениям художников в социальных сетях, когда они говорили, что все хорошо со складными кистями, но нам не хватает плоской. Сделайте, пожалуйста. Вот мы сделали. Смотрите, есть тут такая волшебная кисточка. Вот эта, которую можно вот так вот сделать. И как бы у нас остаются волоски. Вот эти вот. Вот они остались. И остальное мы заливаем и берем для плотного тона сразу кисточку по упружи. И вот у нас плотная заливка, а здесь остались какие-то волоски. Также можно... Такие волоски... Да. Да-да-да, здесь я обхожу. Либо я могу разрыхматить также вот эту кисточку и тоже сделать какие-то проблески. Вот, и у нас остается. Вот как-то так. Да-да-да-да. И сразу же объединяю с заливкой. И для того, чтобы набрать плотный тон, я беру кисточку пожестче. Флейтс из имитации мангуста я беру для больших заливок. А если маленькие области, то прекрасно справляется вот эта кисть. Мы объявляем вакансию. Когда у нас, например, расширяется производство, объявляем вакансию кисти вяза, он проходит производственную практику. Если успешно проходит, то начинаем его обучать. Он начинает с самых простых, и потом уже, когда его уровень мастерства растет, он переходит уже к более сложным. На сайте, в разделе вакансии. Срок эксплуатации. Зависит от условий использования. Чем более абразивная поверхность, по которой вы пишете, тем быстрее кисточка изнашивается. Есть более изнасостойкий ворс, есть менее изнасостойкий. Если совсем какой-то слабый ворс к нам пришел, мы его протестировали сначала на специальном оборудовании, которое у нас изобретено нашими же инженерами для тестирования ворса на износ. Он имитирует работу художника по мокрой бумаге. Если вот этот ворс показывает сильный износ, мы его сразу забраковываем. Отдельно хочу сказать еще раз про эту кисть. Извините за такую активную рекламу. Но вот эта кисть, некоторые художники говорят, что неубиваемая, потому что она долго не изнашивается. Фактически она не изнашивается. Она может чуть-чуть закрутиться. Ее можно потом исправить кипятком, и она дальше работает. Поэтому, да, ворс отличается по износостойкости, но в целом все. Да. На вакансию кисти вяза. Честно говоря, сейчас у нас все вакансии закрыты. Смотрите, здесь некоторые важные требования еще к кандидатам. Важно, чтобы было хорошее зрение. И важна усидчивость и спокойствие. Умение, вот мелкая моторика, умение работать. Ну, кто с этим справляется, тот принимается. Вот. Но, к сожалению, я не занимаюсь кадровой работой, поэтому тут не очень компетентно в этом. То есть практически все кисти сделаны вручную. За ними будущее. Ну, вы знаете, много так говорят. Много говорят о том, что, не знаю, телевидение убьет театр, но театр продолжает жить. Точно так же, когда появилась синтетика очень хорошего качества, говорили, что все натуральный ворус не нужен. Но по-прежнему он пользуется высоким спросом. И есть направления, в которых традиционно используется только натуральный волос. Например, у нас заказывают конописные школы кисточки. Они используют там белку, соболь, колонок. И они даже не рассматривают синтетически, когда мы им говорим, отправляем попробовать. Вот, посмотрите, ну, хороший вариант. Они говорят, нет, мы даже не будем смотреть. Нам, ну, это не в каноне. Они не могут это использовать. Или, например, керамики по фарфору. Они также используют колонок. Им только колонок подходит. Или также наши традиционные ремесла. Матрешки. Они используют только натуральный волос. Поэтому есть также приверженцы натурального волоса, которые только его понимают. И они не готовы переходить на что-то другое. Поэтому, возможно, что-то будет изобретено еще. Еще, возможно, будет изобретена синтетика из растительного волокна, что уже существует для макияжных кистей. Есть ворс из кукурузного волокна. Это полностью экологичное, перерабатываемое. Вот за этим, возможно, будущее. Но на данный момент и синтетика, и натуральный волос, и миксы все пользуются способом. Да, наши кисти продаются, насколько я знаю, в Китае, и в Индии, и в других странах. Можно заказать у наших зарубежных дистрибьюторов, которые делают доставку по всему миру. Я знаю, что в Индонезии много заказывают, и в Индии заказывают. Особенно они полюбили коллекцию Аква, особенно синюю. Она у них просто там хит. У нас работают в компании энтузиасты. И главный энтузиаст — это собственник компании. Андрей Леонидович Бяков его зовут. Он организовал 35 лет назад это дело. И горит душой за него. И нас всех мотивирует. Бренд называется «Рублёв» в честь знаменитого русского иконописца Андрея Рублёва. Это покровитель художников, иконописцев и всех людей искусства. В новой кисти мы называем, ну, внутри нашей компании мы делаем такие фокус-группы и придумываем. Часто стараемся отталкиваться от свойств кисточки. Например, кисточка «Блюр» названа так, потому что она, знаете, наверное, этот эффект заблюривания, который используется в кинематографе, в фотографировании. Вот этот эффект она позволяет добиться в акварельной живописи. И мы её так назвали. Из растительного сырья на два окна для художественных кистей на данный момент нет. Есть в макияжном направлении у нас коллекция, называется «Юникорн» из кукурузного волокна. Но оно не подходит для художественных кистей, оно не смачивается. Процентное соотношение мы не указываем, более того, мы его не раскрываем, это конфиденциальная информация. Но там, когда мы пишем «микс», это значит, там много натурального волокна, там нет наволосинка. Животные не выращиваются для кисточного производства, мы закупаем отходы пушно-меховой промышленности. То есть хвостики, они не используются в шубном деле, мы их закупаем, и они используются для производства кистей. Таким образом мы сокращаем экослед, и получается более безотходное производство. Нет, тут вот я не добавила в условиях эксплуатации, мы не рекомендуем использовать ножницы, самим подрезать, ничего. Потому что кисточки формируются не путем подрезания, они собираются в сбойке, и за счет сбойки именно такая форма придается. Если вы будете подрезать, у вас исчезнет вершинка, у вас будет пенек, и вы не сможете этим работать. Поэтому нет, не подходит. Это вы говорите о кистях фигурных, специально созданных для декоративной росписи, для техники One Stroke. Их создавала художница Татьяна Кудрявцева. Она разработала вот эти вот все формы для вот этого вот стиля живописи и декоративной росписи. Они используются как раз для декоративной росписи, когда нужно какие-то цветочки, ягодки, орнаменты рисовать. Но также их можно использовать и в акварели, если вам нужно какой-то, например, текстиль с узором изобразить в вашей работе. Или это могут быть какие-то также ягодки, цветочки, которые у вас в пейзаже. Их также можно применять. В этой коллекции широкий ассортимент форм различных. Их всех можно посмотреть на нашем сайте. Мы привезли часть самых таких интересных и популярных. Вот. Поэтому, да, можно посмотреть, как она работает и придумать, изобретить для тебя что-то новое. Да, 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 да. На сайте почти у каждой кисти есть демонстрация, как эта кисточка работает. Это облегчит вам выбор. Вообще, мы рекомендуем всегда пробовать разные новые формы кистей, которые могут дать какой-то импульс к вашему творчеству. И, возможно, вы изобретете какой-то новый прием свежий, технический, по которому вас будут узнавать во всем мире. Так, да. Да, когда будем создавать идеальную, волшебную, мне кажется, что она у нас уже есть. Это кисточка колонок мастер. Про нее как раз и говорят, что это кисть, которую рисует сама. Сибирский колонок, который собран специальным образом, специальным образом обработан и дополнительно прощипан, чтобы вершинка была совершенной. Да, я думаю, что у нас уже лимит мы перебрали по времени. Нужно закругляться. Предлагаем вам взять гайд по уходу за художественными кистями. Здесь расписаны рекомендации, как работать кистями. И можно взять наш каталог. Всего благодаря всех за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok